27 сентября туристическая отрасль отмечала свой профессиональный праздник и подводила итоги. И сегодня о своих итогах нам расскажет директор государственного историко-мемориального заповедника Родина Ленина Ирина Геннадьевна Котова. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. — Лицензия операторов туристической деятельности на сегодня имеют практически все крупные музеи наши. Это и ваш музей-заповедник Родина Ленина, и Ленинский мемориал, и Кривический музей. Ну, вот три таких крупных оператора среди музеев. Но первыми пионерами были все-таки вы. Вот почему вы решили заняться вот таким направлением? Что вас подтолкнуло, и когда это произошло? — Ну, это, насколько я помню, было уже семь лет назад, если не восемь. И начали мы заниматься этой деятельностью по очень простой причине. Мы хотели вернуть туристов в наш музей. Потому что все мы знаем и помним, каким туристическим был наш город в 20 веке, во второй его половине особенно. И в то время, когда мы уже открыли большую часть наших музеев, то есть мы сформировали целую сеть музейную, музей-заповедника Родины Ленина, мы должны были констатировать с ожелением, что можем работать только с жителями нашего города. Конечно, нас это не устроило. Это было время, когда о объездном туризме вообще никто не говорил. Просто даже проблемы такой еще не стояло. Все туристические компании, агентства работали исключительно на выездной туризм. И мы поняли, что никто нам счастья не даст. И что хочешь сделать, хорошо, сделай сам. И поэтому мы сделали отдел. У нас появился отдел туризма. Это всего лишь три человека, которые, собственно говоря, и начали эту огромную, серьезную, большую работу. Она во многих направлениях велась, и мы взяли приоритетом развитие круизного туризма и детского туризма образовательного, культурно-образовательного, или, как его сейчас называют, культурно-познавательного. И, собственно говоря, в двух этих направлениях мы в основном и работали. И то, что мы сегодня имеем, это результат, в общем, очень напряженной, очень большой работы, очень сложной. Мы принимаем сейчас, вот последние три года, ну, чуть больше 60 судов за навигацию. Ну, то есть это с весны по августу получается. Да, да. Это при том, что, когда мы начинали эту работу, у нас в городе было три постановки. А сейчас? 60. А, ну, да, да. Разница? Разница очень существенная, просто больше уже просто невозможно. А вот ваши маршруты, вы же сами их разрабатываете, входят только ваши музеи или другие? Нет, нет. У нас есть маршруты, например, Ульяновская авиационная столица, в котором мы показываем с большим удовольствием музей гражданской авиации. И маршрут этот пользуется большим интересом и спросом. Его уже знают компании, очень часто заказывают. Другой маршрут, не менее популярный, он у нас назывался Родина Ленина. Сейчас немножко по-другому мы его сделали. Обязательно посещение Дома музея Ленина, который не является нашим музеем. Да, конечно. И когда есть возможность, мы с удовольствием предлагаем и показываем музей города. Проблема заключается только в том, что тот турист, на которого мы, заповедник в основном работает, я уже сказала, это круизный турист, и турист, это детский туризм, то есть из региона к нам приезжают школьники. К сожалению, эти туристы мало времени проводят в Ульяновске. А сколько дней максимум? Нет, что вы, часов. Это или день, или 3-4 часа. Вот поэтому показать все, что мы хотим, не получается. Да, увы. А новые маршруты в этом году у вас появились? Конечно, конечно, появились. Здесь мы делаем новые маршруты каждый год, но вот этот вот, насколько я могу судить, бизнес туристический, связанный с въездным туризмом, он очень консервативный. Вот вы знаете, директора круизов, там, компаний, они привыкают к маршрутам. И продвинуть какой-то новый маршрут очень тяжело. Это требует и сил, и средств, и каких-то таких усилий дополнительных, очень серьезных. Вот. Но, тем не менее, новые маршруты мы делаем каждый год. И новые маршруты делаются в основном для того, чтобы привлекать аудиторию, которой у нас нет. Вот для круизного туризма у нас сейчас есть вот 11 действующих маршрутов, которые уже широко известны, их знают и охотно покупают компании. Ну вот, например, посмотрите, ведь вот тоже интересно, новый маршрут, он не всегда может быть новым, как маршрут, но каждый год и старые маршруты обновляются. Потому что, во-первых, каждый экскурсовод, который начинает работать, а у нас очень хорошие городские экскурсоводы наши, сотрудники, да, мы их обучаем, они имеют лицензии, корочки, вот в этом году мы их обучили. Но это наши сотрудники, как опытные, так и молодые. И вот, когда, например, человек берет другой маршрут, новый какой-то для себя в разработку, когда мы принимаем этот маршрут, мы понимаем, что это фактически, ну скажем, не новый, но очень обновленный материал. Потому что если экскурсовод профессиональный, если он работает серьезно и хорошо, он очень много привносит уже даже в готовый маршрут. И поэтому, конечно, они постоянно меняются. Вот у нас есть такие туристы, которые ездят к нам практически каждый год. И вот рекордные такие прям посещения невероятные. Это люди, которые любят круизный туризм, любят отдыхать на воде. Вот, и уж казалось бы, ну что там, в пятый раз по одному и тому же маршруту идти, да, а человек идет и пишет нам потом благодарности. Говорит, ну вот опять что-то вы придумали, опять тут у вас что-то, значит, новое появилось. А откуда вот такие туристы, которые регулярно... Вот есть такие люди, вы понимаете, достаточно большая. А из таких градусов не фиксируете? Нет, мы фиксируем. Мы анкеты, нам люди заполняют по желанию, конечно, если хотят, чтобы нам как-то отслеживать. Это те, кто начинает... Вы знаете, очень много, например, людей из Сибири, которые покупают через Москву поездку вниз по Волке. Ну вот, ну и из Санкт-Петербурга вот люди прекрасные всегда приезжают, которые с такой благодарностью и интересом смотрят и видят все, что... Просто уж думаешь, казалось бы, человек живет в Санкт-Петербурге, для него такие возможности открыты, а он с удовольствием смотрит на какой-нибудь наш дом в три окна и испытывает там восторг все равно, что он там у фасада Екатеринского дворца стоит. То есть очень разные туристы. А зарубежных гостей много? Да, зарубежный турист тоже у нас появился, хотя в основном зарубежного туриста в нашем городе, ну, насколько я знаю, принимает бюро путешествий, у них такие хорошие контакты. С иностранным туристом тяжело работать. Но мы приняли в этом году, и в этом году у нас просто вот шлюзы прорвало для нас, потому что у нас были итальянцы, которые приехали к нам опять-таки через петербургскую компанию нашего партнера из Санкт-Петербурга. Которые вот обратились к нам просто, чтобы мы встречали этих людей. Это удивительные совершенно. Были две группы, которые на автомобилях путешествовали по Волге. Они сверху до Астрахани ехали. И у нас вот в заповеднике были день и ночь, ночевали даже у нас. Вот. И остались очень довольны. То есть мы прощались с ними, как я не знаю, с лучшими друзьями, с уверенностью, что они обязательно приедут к нам еще. В этом году мы принимаем самостоятельно французскую делегацию. Насколько я знаю, вот ждем сейчас 70 человек. Тоже, боюсь ошибиться, по-моему, итальянская компания какая-то нам их привозит, туристическая партнеры наши. Были у нас туристы из Индии в этом году. Даже из Индии. И туристы, которые приезжают к нам в город в рамках деловых каких-то проблем, переговоров, они тоже нашими гостями становятся. Но все равно мало иностранного у нас туриста, к сожалению. К сожалению, мало. А вот сейчас говорят о красном маршруте китайских туристов. Мы их все очень ждем. Так о них мечтаем, пока нет. К сожалению, это проблема сложная. Коллеги наши, например, из Москвы, из Петербурга, из Владимира Суздаля, говорят, что турист очень капризный, турист сложный. И мы, конечно, его очень ждем, но очень серьезно надо готовиться к этому туристу. Но у вас что-то есть уже предложить? Вы знаете, в основном красным маршрутом занимается проект, который туристический, конечно, всех нас касается. Но продвигает и занимается им область, областная администрация. И это правильно, потому что это глобальный такой проект. И не в силах какого-то оператора одного сделать на этом поле что-то. Но, насколько я понимаю, задачи это очень сложное, связанное с тем, что их нужно привезти удобно, подготовить инфраструктуру, в первую очередь, для того, чтобы говорить о каком-то большом потоке. Это очень большое дело. В красный маршрут из наших музеев входит только один музей. Это музей Симбирская классическая гимназия. И мы регулярно принимаем там китайские делегации, но это в основном делегации деловые, или это в рамках рекламных каких-то поездок приезжают к нам, как и очень высокопоставленные, так и рядовые чиновники, скажем, какие-то. Очень люди остаются довольны и очень благодарны. То есть они с удовольствием смотрят все, что связано с ленинской темой и относятся как-то так трепетно очень к этой теме. Поэтому мы бы, конечно, хотели этого туриста, но я думаю, это вопрос будущего, очень надеюсь, что ближайшего. С нашей стороны мы понимаем, что вот поскольку мы практики, мы глаз в глаз, что называется, с туристом работаем не на уровне переговоров, а вот так вот. Это немножко другое понимание проблемы. Мы понимаем, что надо и нам уже как-то очень серьезно к этому готовиться. Меня очень волнует проблема переводчиков, потому что наши коллеги, например, говорят, что очень часто, если это переводчик, который вот тут подъехал, не с группой едет китайской, а вот его предоставляют, его вообще понять китайцы не могут. Там огромное количество диалектов, понимаете, сам по себе язык сложный. И английский у них такой, что, ну, у рядовых, я имею в виду, английский язык тоже не вариант, очень небольшая часть китайцев способны, так сказать, слушать экскурсию на английском языке. Вот, поэтому очень сложно. И вот даже то, что мы сделали, мы там перевели сайт, у нас есть сайт, китайская версия, и мы сделали вот в Симбирской классической гимназии экскурсию. То есть мы перевели ее на китайский язык для того, чтобы приехавший даже гид, в случае, если ему трудно будет ловить, вот просто переводить экскурсовода, понимаете, чтобы он мог сам каким-то образом провести гостей. Вот это мы сделали, эту работу, не знаю, мы еще пока ее не опробовали. Я думаю, что, конечно, надо делать говорящие электронные фигуры, которые просто будут говорить на этом языке в музее. Потому что если речь пойдет о потоке, а смысл-то, мечта-то наша, чтобы большое количество туристов китайских пошло, потому что именно это может, так сказать, нашу туристическую деятельность на другой уровень вывести, где будут заинтересованы уже и автобусники, и сувенирщики, и там рестораторы, уже не так вот теоретически, а практически они будут заинтересованы в этом, что-то это сможет изменить. Ну, конечно, к этому надо готовиться очень серьезно и не терять это время. — А вообще сколько туристов за прошлый год к вам приезда? — Вы знаете, вот смотрите, цифры такие лукавые. То есть вот у нас посещение музея-заповедника где-то 220-260 тысяч держится. Плюс-минус. Очень большая цифра, как вы понимаете. Если мы считаем людей, которым... Например, количество экскурсий для туристов, городских экскурсий, не для жителей города, а только для приезжих. Эта цифра от 300 до 400 у нас прыгает вот в течение трех лет последних вот туда-сюда. — Это тысяч? — Нет, 300-400 экскурсий. — А, экскурсия. — Вот. Если мы считаем людей, то где-то это... Сейчас я вам скажу. Ну, тысяч пятьдесят, шестьдесят, не больше. То есть вот из 220 доля приехавших к нам, вот, например, туристов, о которых я говорила. Эта цифра не трогает детей. То есть детей мы считаем отдельно. И, например, вот Казань, Зеленодольск, Самара, Чебоксары. Мы принимаем регион детский турист. Ну, это тоже где-то 40-50 тысяч. В основном они приезжают к нам в каникулы. Небольшие цифры, маленькие. Но для нас это большие цифры. Понимаете? Потому что до того, как мы эту работу начинали, был просто ноль. — Ну, вам есть еще сравнение, да? — Да, то есть был просто ноль. И нам, конечно, очень не хватает рекламы. Потому что реклама, которая у нас есть, это сарапанное радио и интернет. Например, нам совершенно вот такой есть город замечательный, Зеленодольск. Это Татарстан. Недалеко он от нас. Нам там ничего не надо рекламировать. Нас учителя, которые привозили к нам детей, так разрекламировали, что мы просто заявочки получаем, и милое дело. Например, чтобы такое в Самаре сделать, нужна какая-то рекламная кампания. У нас на нее, как правило, нет средств. Потому что, на мой взгляд, это очень большая проблема. Такие туроператоры, как мы, которые являются государственными учреждениями культуры, там разного подчинения, для них вот эта деятельность туристическая, она является приносящей доход деятельности. Она облагается очень большим налогом. Она, ну, как бы вот считается, что мы на этом зарабатываем. А мы не зарабатываем. Вот я думала, почему въездным туризмом не занимается никто? Потому что это очень невыгодно для бизнеса. Когда нет большого потока, делаем мы сновскую. Вот когда нет большого потока, это невыгодно. И поэтому именно музеи, музеи-заповедники берут на себя. Потому что для нас это не заработок, это миссия наша. Понимаете? Мы здесь скорее как миссионеры выступаем, а не как бизнесмены. Аналоги дикие. И вообще, так сказать, приносящие доход деятельности. Это плакать только можно от этой деятельности. И, конечно, если бы не ресурс наш музейный в виде людей, вот тех же экскурсоводов, да, если бы не огромное желание моего коллектива сделать, показать, рассказать, да, гордиться своим музеем, заповедником, городом, то этой работы, ее бы просто не было. И вот этих там 60 тысяч там, 50 тысяч здесь, им тоже не было в городе. Вот поэтому... Ну, я так понимаю, нужна поддержка государственная в виде закона, который бы... Да, вы знаете, вот даже гранты, которые даются туристам, людям, которые занимаются туризмом, они в основном на что направлены? Правильно, я понимаю логику, на инфраструктуру. То есть вот частное государственное партнерство в этой сфере приветствуется. И действительно есть программы, есть гранты, но мы не можем в них участвовать, потому что мы не можем заниматься инфраструктурой. Ну, что интересно бизнесу? Кафе, гостиницы, да, там, то, что, опять-таки, принесет денежки. Мы очень хотим гостиницу, какую-то близкую к нам, приятную. Я слышала, вы давно мечтаете. Давно мечтаем. Мы очень хотим кафе на территории, допустим, и даже в музее. Но кому мы интересны, если не идет, допустим, китайский поток большой? Пить у нас нельзя. Закрываться мы будем в определенное время. Ночью мы работать не будем. Пиво, сигареты, алкоголь исключены. Вот понимаете, какие проблемы? То есть, самим открывать кафе, при том, что у нас катастрофически не хватает, мы это можем делать только из внебюджетных средств, понимаете, не из бюджетных денег, потому что приносящие доход деятельности. Кого? Сдавать, кому? Своих сотрудников делать поварами, официантами и так далее. Это тоже нереально, не такой большой штат. И мы живем в системе постоянной, так сказать, вот такой, особенно последнее время оптимизации. Поэтому здесь есть очень много проблем, которые, конечно, должны решаться на высоком уровне, но я глубоко убеждена, абсолютно убеждена, что именно музеи-заповедники могут, в случае, если будут созданы определенные условия, могут действительно способствовать развитию внутреннего туризма, школьного туризма, детского туризма. Потому что, я повторю, это для нас не бизнес, это наша миссия, это наша задача. И мы хотим, чтобы в наших музеях было много посетителей. Мне очень грустно, когда в музее мало людей. Я хочу, чтобы было больше. Основной поток, я так поняла, все-таки школьники. Да, наш основной посетитель – это школьники и молодые люди. И мы для этого очень много работали. Очень много. И в сфере туризма тоже. Потому что вот два года назад мы поставили перед собой задачу сделать серию маршрутов по городу именно для нашего туриста, для Ульяновского. Это семейные туристические маршруты и молодежные туристические маршруты. И мы с удовольствием два года над этим работали. И у нас сейчас в Копинке целая серия невероятных, совершенно потрясающих городских экскурсий с посещениями музеев, различных там объектов, которые вот у нас заработали, слава богу. Потому что вот такой маршрут, как, например, мистическая прогулка с августом Шаде, которую мы делали к юбилею нашего архитектора замечательного, вот она уже просто на ура у нас идет, без всякой рекламы. Люди на сайте записываются, и мы вводим этот маршрут. Я мечтала, и у нас сейчас они готовы, ну вот мы начнем с будущего сезона уже работать активно, сделать серию маршрутов, вот таких вот, знаете, эмоциональных. То есть это маршрут, там, допустим, первое свидание, да, когда молодой человек может пригласить девушку, там, каких-то своих друзей и вот, так сказать, так провести это время. Например, там, если тебя обидел друг, ну, грубо говоря, да, вот там названия исторические, все другие. То есть это такие человеческие какие-то вопросы, проблемы, для которых возникают прежде всего у молодых людей, о которых они могут поговорить, приобщившись, так сказать, к истории вот этой вот местной городской улицы, дома и так далее, и так далее. Вот мы сейчас работаем, это очень сложно, я вообще не знаю, делали кто-нибудь такое, но успех мистической прогулки с Августом Шаде и успех такой программы, как «Детектив на Покровской улице», вот, так сказать, вселяет в нас надежду, что мы осилим вот этот такой, знаете, очень необычный такой вот эмоциональный цикл маршрутов для небольших групп людей, которые вот захотят так посмотреть на наши музеи, на наш квартал. И мы зачеряемся. Вы все-таки, может, расскажете, чем могут ульяновцы гордиться, вот увидев у вас в музеях такие вот изюминки, сокровища ваши? Вы знаете, меня всегда вот сейчас удивляет, даже в самой себе, что, ну, конечно, очень хочется многое увидеть, это понятно, хочется посетить страны, хочется увидеть там какие-то особые памятники, о которых ты знаешь и читал. Ну, вот я всю жизнь работаю в музее, и, наверное, нет ни одного дня, когда меня не удивлял бы местный материал. Вот он совершенно грандиозный. Вот это наследие наше историческое и культурное, оно абсолютно грандиозное. И в музее-заповеднике очень многое доступно. Ну, смотрите, гордиться чем мы можем? Мы можем гордиться нашим кварталом. Вот эти 44 гектара улицы Ленина и улицы Льва Товстова, бывшая Московская и Покровская, это то, чего нет нигде. Ни в России, ни в мире. Уже все. Вы понимаете, деревянная застройка, сохранная, городская, сохранилась только у нас. И чуть-чуть в Сибири фрагментарно. А ведь наша история, городская, я имею в виду российская, это деревянная история. Русский город был деревянным. Нигде в Европе, все, только у нас. И вот городская архитектура, деревянная, сохранная, она есть только у нас. У нас есть музеи под открытым небом. Вот это потрясающая территория с маленькими, очень уютными и очень интерактивными музеями. Музеями, в которых многое можно. Очень мало музеев в мире, в которых многое можно потрогать, посмотреть, залезть. У нас это можно. То есть вот это погружение в историю, если мы говорим об этом, когда мы историю воспринимаем не как текст прочитанный, а как нечто и эмоционально пережитое, что, на мой взгляд, огромное вообще просто благо и для молодых людей, и для немолодых. Немолодые могут вспомнить, молодые могут понять. Вот это есть в наших музеях. И когда люди, которые пишут нам, как хорошо, что у вас такие маленькие, уютные музеи, нам-то все время не хватает места, как любым музейщикам, нам надо больше и больше, нам надо больше места, больше показать. А люди благодарны, что это маленькие музеи, в которых они чувствуют себя как дома, в которых они испытывают какие-то вот такие не музейные, эмоциональные очень моменты. Вот это оценить можно. Можно гордиться тем, что, например, для детей, для семейного посещения таких программ, которые есть у нас, я вот просто точно говорю, нет нигде в таком количестве и таком разнообразии. Потому что 17 наших музеев, ну мы делали ревизию, вот у нас сейчас уже точно больше 114 детских программ. Да, 14, то есть любой ребенок с любым вообще, с любым интересом, он обязательно для себя что-то у нас найдет, и родитель тоже. У нас работает вот эта замечательная наша программа, этот проект «Воспитая патриота», да, тоже замечательный. И когда сейчас наши коллеги заговорили о живых уроках, у нас это давно уже просто все есть, мы уже давно это делаем, и люди пользуются. Я должна сказать, что вот сейчас на протяжении последних, может быть, лет 5-6, мы уже не можем говорить о том, что наши горожане не знают, о том, что мы как бы в холостую, в пустую работаем, нет, все-таки 220, более 220 тысяч посещения уже просто говорит о многом. Но это, конечно, немного, надо больше, и мы над этим будем работать. Я желаю вам успехов, удачи, и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. А мы всех ждем в наших музеях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!